Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать псалтырь. Сегодня на повестке дня 16-я кофизма, и мы приступаем к изучению 112-го псалма. Традиционно наши лекции записываются порталом экзегет.ру в актовом зале Срединской духовной семинарии. Итак, 112-й псалом. Первый из шести хвалебных гимнов, который входит в состав сборника благодарственных молитв под названием «Халель» или по-другому «Галель». Поскольку в начале 113-го псалма упоминается слово «Египет», данный сборник еще принято в науке называть «Египетским халелем», чтобы отличить его от другого сборника, так называемого «Великого халеля» от 119-го по 135-й псалом. И третьего сборника в конце псалтыри, который также принято обозначать этим словом «Халель». Это сборник третий состоит из шести псалмов от 145-го по 150-й. Собственно, он завершает псалтырь. У термина «Халель» или по-другому «Галель», в зависимости от того, как мы артикулируем первосогласный, есть однокоренные слова, которые достаточно широко употребляются в пятом разделе еврейской псалтыри. В частности, слово «Галилуя» встречается в заголовках 105-го, 110-го, 12-го, 134-го, 145-го-150-го псалмов. Также в конце некоторых псалмов 103-й, 105-й, 112-й, 14-й, 16-й и так далее. Словом «Аллилуйя» начинаются и заканчиваются псалмы в конце псалтыри. И, между прочим, сам заголовок книги псалмов «Тахелим» тоже имеет корень, связанный с «Галель». Слово «Галель» встречается не только в Ветхом Завете, но и в Талмуде. По Библии левиты должны каждое утро и каждый вечер благодарить и словословить Господа. И вот за словом «славословить» русского перевода стоит этот же корень, который мы с вами сейчас рассматриваем, «Галели». По Талмуду левиты поют «Галель» во время пасхального жертвоприношения в Иерусалимском храме. Во время семейного пасхального застолья 112 и 113 псалмы пели перед едой, а следующие 114-117 псалмы – после еды. Вплоть до наших дней пение псалмов из сборника «Галель» является обязательным элементом иудейской пасхальной трапезы. Примером употребления псалмов «Галель», изучаемого нами сборника, в Евангелиях может послужить отрывок о въезде Господа Иисуса Христа в Иерусалим на осленке, когда евреи встречали его с пальмовыми ветвями и возгласом «Оссана, благословен грядущий во имя Господне». Греческое слово «Оссана», используемое в Евангелии, является транслитерацией соответствующего арамейского высказывания «спаси же», «гоша на», который в свою очередь восходит к еврейскому тексту 117-го псалма. В Евангелиях также говорится, что после вкушения пасхальной трапезы Иисус учениками, воспев, пошли на гору Елеонскую. По мнению ряда толкователей, скорее всего, за этим хвалебным пением, то есть воспев Богу, стоит обычай читать «Галель» в зарешении пасхального седера. Сборник псалмов, который нами с вами сейчас начинает изучаться, от 112 по 117 псалм, обрел свое особое применение в иудаизме в связи с памятью об очищении Иерусалимского храма, освящении жертвенника и возобновлении богослужений Маккавеями в 165 году до Рождества Христова. Об этом говорит структура данного сборника гимнов и обычаи его произнесения в еврейской традиции во все дни праздника Хануки. Я, наверное, быстро пробежал по вступлению, связанному с общим обозначением данной группы псалмов «Галель». Слово это обозначает «хвалить». Итак, перед нами сборник хвалебных псалмов. И таких сборников в пятом разделе псалтыри мы находим аж три штуки. Эти сборники стоят в разных местах и объединяют с собой разные по объему текста псалмы. Но они нередко начинаются или завершаются словом «Аллилуйя». И таким образом по этому ключевому слову мы устанавливаем и характеристики самого сборника. Вполне возможно, что такая группировка, которую сейчас идентифицируют исследователи, ученые, была не случайна. Но они вот в той группе, в которой до нас дошли, исполнялись на те или иные праздники. И в частности, и сегодняшняя иудейская традиция, повторюсь, свидетельствует о том, что рассматриваемый нами сегодня египетский «Галель» был связан с празднованием Пасхи. И древность этой традиции подтверждается соответствующими евангельскими повествованиями. Первое, как я уже сказал, на вход Господень в Иерусалим слово «асана», при этом это калькас арамейского языка. А арамейское слово, оно следует соответствующему древнееврейскому. И, наконец, слово «воспев». Воспев, ученики Господа вместе со своим учителем пошли на гору Елеонскую. Греческое слово «юмноо», отсюда «юмнос», или по-русски «гимн», говорит не просто о какой-то песенке, светской, популярной, народной, а говорит о какой-то богослужебной песне. Отсюда у нас в теперешней церковной традиции большое различие между тем, что мы называем гимнами или божественными гимнами, богослужебными гимнами, отсюда гимнография, и просто песнями. Мы делаем различия между гимнами и песнями. Песни могут быть и светские, и богослужебные. А гимнами мы по преимуществу называем богослужебные гимны. И вот это слово, характерное литургическое слово, употребляется в Евангелии, воспев. Ну, отсюда мы свидетельствуем, отсюда мы подтверждаем древность употребления этих псалмов за богослужением, согласно их древнееврейскому написанию. Ну, как я уже говорил, сборник, да. Итак, какие псалмы мы относим к группе Галель? Мы начинаем сейчас с вами рассматривать сборник, который состоит из шести гимнов. От 112-го псалма по 117-й, по синодальному переводу. Называется это сборник египетским Галелем, потому что в 113-м псалме употребляет слово Египет. Только поэтому, а не потому, что эти гимны родились в Египте, пелись в Египте или воспевают Египет. Это научное обозначение, просто чтобы отличить от других сборников, от так называемого Великого Галелия. Великий, потому что самый продолжительный, самый большой по объему тексту, от 119-го по 135-й псалом в синодальном нашем исчислении. И, наконец, есть еще третий такой сборник под названием Галель. Хвалитные псалмы, так называемые, за богослужение мы их называем хвалитными псалмами. Вот, пожалуйста, вам эти псалмы Галель. 145-й, 150-й. Они, в частности, воспеваются у нас в конце утренней. Если учесть, что служба утренней завершала богослужебный круг суточный, тогда понятно, почему последние псалмы псалтыри стоят в самой последней части последней службы. Обратите внимание, что вечерня начинается с пения первого псалма «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Вот суточный круг начинается с первого псалма, а заканчивается с самым последним. Вот хвалитные псалмы стоят в самом-самом конце, вот перед великим словословием, которое является уже продолжением, так сказать, ветхозаветной гимнографии. Текст 112-го псалма небольшой. В первых стихах звучит призыв восхвалять Господа во все времена и по всему миру. Господь выше всего на свете, но Он преклоняется, снисходит до наблюдения за всем, что происходит на небе и на земле. Он поднимает из праха и возвышает до ранга князей, слабых и презираемых. Начинается и завершается 112-й псалом словом «Аллилуйя». Рассмотрим детальнее стихи данного псалма. 1-й, 3-й стихи. Псалом начинается с призыва «хвалить имя Господне». Корень слова «хвалить» – «галель» употребляется в первой строке псалма трижды. Он также встречается в 3-м стихе и в заключительных словах псалма. Также и фраза «имя Господне» встречается трижды в первых трех стихах. Таким образом, с самого начала гимна напоминается, что похвала Господу должна быть в центре любого религиозного обряда. Гимн «хвалы Господу» должен звучать на все времена отныне и вовек и охватывать весь мир от восхода солнца до запада. Этим подчеркивается, что Господь – не мелкое племенное божество, но Бог времени и Царь Вселенной. За словами «рабы Господни» мы можем угадывать левитов или в целом паломников, которые собрались в храм Божий на поклонении. В 4-м, 6-м стихах говорится о несравненном величии Господа. Он высок над всеми народами. Его слава выше созданных им небес, которые с радостью встречают своего небесного Царя. Несмотря на то, что Господь царствует над всем творением, Он по отношению к Израилю остается нашим Богом, оказывая тем самым израильскому народу особое благоволение. Кто как Господь Бог наш? Это тритерический вопрос, на который ответ известен всем. Нет никого подобного Ему ни на небе, ни на земле. Царь царей живет на небе, но в то же время он преклоняется, смиряет себя, чтобы смотреть вниз на землю. Таким образом, в Псалме рисуется такой образ. Он высоко сидит и глубоко смотрит. Побуждение себя смотреть вниз говорит о том, что его взгляд не мимолетный и не отрешенный. Это взгляд, который ведет к действию и, в частности, к снисхождению к человеческим страданиям и нуждам. Внимательность Бога к миру иллюстрируется двумя картинками в 7-9 стихах. Во-первых, Бог спешит на помощь к самым обездоленным слоям населения, которые обозначены в Псалме словами «бедный» и «нищий». Он поднимает их из праха, буквально из пыли или в переносном смысле из могилы и дает этим грязным бездомным место среди элиты общества, среди аристократов знатного происхождения или высокого ранга. В первой книге царств звучат такие же обещания бедным и нищим сесть среди велимош, что и в Псалме, но прибавляется то, что Бог также престол славы дает им в наследие. В 112-м Псалме нет конкретных ссылок на исход из Египта, который был центральным событием для празднования Пасхи. Поэтому связь данного гимна с традицией, считать его за еврейской Пасхой, видимо, цепляется за опосредованные образы. Упомянутые в Псалме «бедные» и «нуждающиеся» напоминают о том, как израильтяне стонали от тяжкого труда в Египте и возносили к Богу крики о помощи. Во-вторых, Бог исцеляет одно из самых страшных проклятий для женщин древности – проклятие бесплодия. В обществе, которое рассматривало детей как знак Божьего благословения, бездетная мать чувствовала постоянную горечь на сердце вследствие общественного позора. Поэтому велика должна была быть радость той неплодной женщины, в доме которой под данному Псалму стали появляться дети. Слова данного Псалма местами близко к тексту перекликаются с песнью Анны, матери пророка Самуила. «Чудо, когда неплодная женщина неожиданно стала матерью большой семьи», описано у пророка Исаии, который, намекая на новый исход, уподобляет возрождение Израиля после бесплодных лет изгнания, не имеющей мужа женщине, которая раскидывает большой шатер для будущего многодетного потомства. Псалом заканчивается на том же слове «Аллилуйя! Хвалите Господа», с которого он и начинался. Текст 112 Псалма побуждает читателей подъявиться тому, что несравненно великий Бог испытывает сострадание к тем, кто подвергается в жизни наибольшему риску. Самоумоление Царя Славы, нашего ради спасения, нашло свое продолжение в воплощении Логоса, Сына Божьего, когда Царь Мира родился не в пышном дворце, а в хлеву и был положен в ясли для скота. Осмысливая это удивительное снисхождение Бога к людям, апостол Павел пишет, что Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Умалив себя до образа раба, Иисус был возвышен. В результате Его имя было превознесено выше всякого имени. Исповедуя Его Господом, мы снова и снова удивляемся тому, как качественно непохожа слава Господа той славе, которую всеми силами пытаются стяжать вельможи мира сего. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok